В кресле напротив хрупкая молодая девушка, которая своей пробивной энергией повела за собой тысячи жителей областного центра Ренитурка. Тогда, 10 лет назад, Светлана, вы могли себе представить, что ваше волонтерское движение сегодня приобретет такие масштабы? Скажу честно, я, наверное, даже не понимала, с чем я вообще связываюсь. У меня была только вот такая цель перед глазами – помогать животным. Хотя я не понимала, как вообще это делать, я не знала, с чего начинать. У меня были такие истерические атаки, потому что реально не понимал, куда звонить, кому обращаться. Тогда еще мобильная связь была не очень развита в городе Гомеле, тогда интернета практически не было, даже не было. Когда впервые я столкнулась с ситуацией, когда необходима была помощь конкретному животному, собаке. Все начиналось с личного неравнодушия и, как понимаю, личного примера. Возможно, потому так быстро организация выросла в численности. Саш, я сама выросла в интернате, и у нас всегда на территории интерната было очень много животных. А для детей животное – это что-то такое, что немножко домашнее, оно привязывает детей и животных друг к другу. И у нас было очень много животных, которых постоянно отлавливали, потому что на территории школьного учреждения нельзя животных по санитарным нормам. И для нас это была такая трагедия. Это была действительно трагедия, когда мы плакали, когда мы переживали это. И у всех детей в интернатах две мечты – построить приют для животных и иметь родителей. Это те мечты, с которыми дети в интернатах живут. Это я знаю не понаслышке, это я знаю от многих детей, выходцев из интерната. И у меня была тоже мечта построить приют. Хотя это сегодня я понимаю, что такое приют. Это сегодня я в какой-то степени, как я говорю, не бросайте камнями, я против приютов на территории Республики Беларусь в отсутствии законодательной базы. На сегодняшний день я вижу выход из ситуации. Это вот то, чем мы занимаемся кратковременными передержками по квартирам. Потому что животные максимально социализированы для отдачи в новые семьи. В приюте такой социализации тотально невозможно обеспечить животным. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему такое огромное количество людей старалось присоединиться и присоединяются по сей день к организации? Я не знаю, как так получается, что вот за мной идут люди. Я не понимаю вот этот механизм, этот жизненный механизм, как это происходит. Что я делаю такого, что не можешь, например, сделать кто-то другой? Я не знаю, как это. Мне часто задают вопрос не только журналисты, но и обычные люди. Как так получается, что вот ты убеждаешь людей, что вот необходим этот концерт, необходима эта поездка в НМА-интернат? Я не знаю. Вот честно говорю, не знаю. Волонтеры – это люди-добровольцы. Я не плачу им зарплату, мне ее тоже никто не платит. Я могу людям только доносить свои добрые мысли какие-то, своими какими-то мыслями, своими помыслами, убеждать их в том, что это действительно доброе дело и оно необходимо. В вашей группе ВКонтакте сегодня около 20 тысяч подписчиков. А вот интересно, сколько реально помогающих, сочувствующих больше? И это, может быть, говорит о том, что сегодня стало просто модно быть около котла гуманности? Очень часто люди вступают в группу для того, чтобы помочь единожды. Человек, например, помогает машиной либо финансовой. Он, может быть, больше никогда не поможет. Может быть, для него это морально тяжело. Либо человеку кто-то что-то ответил грубо, и такое есть. Мы же не говорим, что мы ангелы, да? Зачастую волонтеры – это эмоционально выжатые люди, потому что день и ночь мы находимся в такой эмоциональной стряске, когда тебе приходится видеть не только счастливые глаза людей от того, что они приобрели питомца, но также нам приходится видеть смерть всех животных. Никогда не хотелось поставить точку? Когда забиваешь в интернете строку поиска «помощь безумным животным», выдают мой номер телефона. Я не говорю, что я пожалела сто раз о том, что я его когда-то где-то разместила. Нет. Я понимаю, что этот номер телефона, я даже не могу его поменять на сегодняшний день, потому что многие люди его знают. И я понимаю, что… Спирит – это твоя карма. Да, это моя карма. Что люди звонят как службу спасения. И я считаю, что немаловажным, даже если я отказалась взять это животное, но немаловажным является то, что я размещу информацию, и на нее оперативно отреагируют волонтеры. Те люди, которые могут на сегодняшний день взять это животное. Подведем итог. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вроде бы все просто. И все же, чего не хватает для того, чтобы еще более эффективно работать с этой темой? И как менялась ситуация, менялась картина за эти 10 лет, которая работает ваша организация в Гомеле? Картина меняется в лучшую сторону. Люди уже много делают, обычные люди. Я не говорю даже о волонтерах. Люди осознанно относятся к тому, что они делают. Это радует. Я считаю, что ситуацию реально изменить в лучшую сторону. Просто, наверное, нужно донести до людей, до нашего менталитета, что нужно ответственно относиться к тому, что ты делаешь, несмотря какая это сфера. Больше информации, больше живых примеров. А еще, конечно, спасибо, Светлана, вам и волонтерам за то, что дарите шанс четвероногим. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо огромное. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова